Смешно, ха-ха, шутки-кребоутки у нас здесь. Главная крошка здесь я, но ладно, ничего. Уже всё, это все видели. Всем привет! Недавно у нас были семейные посиделки, и моя тётя поделилась со мной рецептом сырных крекеров. Но я подумала, что сырные крекеры просто так, это скучно, поэтому давайте приготовим их с заправкой. Начнём с того, что нам понадобится. Мука и размягчённое масло. Смешаем их. К нему добавляем муку. И смешиваем. Нам нужно, чтобы получилась крошка. Главная крошка здесь я, но ладно, ничего. Когда основа для теста готова, мы должны добавить туда ещё сыр. Натираем его на крупном. Сыр вы можете использовать любой. Главное, не мягкий. Я про то, что если он будет очень мягкий, он тогда не натрётся. Типа бринза какой-нибудь. Вот такое не надо. Так. Сыр натерлим. Добавляем его в нашу хлебную смесь. Также сюда идёт одно яйцо. И немножко... Совсем немножко! Соль! Уже всё. Это все видели. Тщательно перемешиваем. Нам нужно приготовить это в одну единую массу, поэтому размешиваем до тех пор, пока всё не склеится. Я думаю, так будет удобнее. Вот так работают профессионалы. Всё! Видали, какой хороший колобочек получился? Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Тесто готово. Мы его положим в пакетик. И отправляем в морозилку на 30 минут. Пока что приготовим с вами заправку. Для закуски, которая называется дзадзики, давайте, проверьте меня, дзадзики? Дзадзики. Вот это вот закуска. Это классическое блюдо греческой кухни, готовится очень просто. Нам понадобится один натертый огурец опять на большую сторону. Как вкусно! Пакет! Я хочу есть! Нам нужно отжать сок, поэтому я отправляю огурец в ситечко, чтобы он немножко там постоял. пока огурец стекает, мы выжмем половинку лимона. Ну, вроде все, я справилась. Выльем сразу туда, где будем делать закуски. Туда же мы отправим кокурт. соль Дальше мы добавим туда соль и перец. Можете вообще не добавлять, кому-то нравится более пресная версия, плюс там есть чеснок, два зубчика. Выдавливаем туда же. Все силы богатырей мне нужны. Дальше мы туда добавим укроп мелко нарубленный и мяту. Будем использовать хитрый способ. Нарубим все вместе. У меня мята всегда ассоциируется с чаем, который, знаете, бабушки в деревне делают. И это мы тоже все добавляем. сок у нас вышел, можно еще чуть-чуть выжать. Может, что-то еще выйдет. И отправляем сюда же. И все это нужно перемешать. Размешиваем тщательно получившуюся смесь. я предпочитаю дать ей настояться хотя бы минут 30 перед подачей, но в целом она уже готова и ее можно есть. Давайте посмотрим, как наше тесто. Тесто подмерзло. Давайте его раскатаем, если у нас получится. Все, раскатали. моя тетя предложила идею того, чтобы делать треугольную форму, а потом сделать дырочки трубочкой, чтобы наши крекеры были похожи на сырные дольки. Так что давайте попробуем. Но я не ручаюсь, что все будет так же красиво. Давайте вытащим то, что у нас готово, потом раскатаем еще раз тесто. Вообще по-хорошему надо их делать. Я боюсь, что просто у меня не получится, я пошла по легкому пути, но надо делать вот так, в разные стороны, чтобы у вас больше получалось. так, треугольчики готовы. Берем трубочку, либо что-то другое, что может сделать дырочки, и делаем по парочке, не обязательно в ряд, потому что когда вы видели, чтобы сыр был симметричным, всегда дырки в разнобой. Отправляем в духовку на 10 минут, и все будет готово. Крекеры еще немного горячие, сейчас они подостынут, и можно их будет есть с соусом. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова